Всем привет, мои маленькие любители киберспортал, с вами как всегда Серёга. Я проболел ровно неделю, спал по 20 часов в сутки и с радостью продолжил бы это замечательное занятие, но, к сожалению, вышел патч и контент сам себе не снимет. Вместо того, чтобы делать какой-нибудь скучный обзор, где я буду вам в лобе показывать, как работают скиллы, аганимы, новые шарды и всё прочее, я решил взять очередной проклятый аккаунт своего подписчика, на котором 4000 порядочности, активирована карибровка, частичный смурфпул, в общем, полный букет, и поиграть там на своих сигнатурочках. Попутно рассказывая, что, собственно, сделали хорошего в новом патче и на ком можно апать рейтинги. Сегодня в программе, во-первых, магический гирокоптер. Ха-ха, есть, хорошо! Тройка андаинг с силовым блинком. Ну и, разумеется, я пробовал свою сигнатурную птицу, ведь её немножечко апнули в early game. В общем, без лишних вступлений. Накладывайте себе покушать, наливайте чай, приятного просмотра. Сашка-богатырь плюс против нас. Вот это серьёзный человек. Так, ну что, мы, собственно, играем на... Я вот не знаю, сейчас есть отройка гирокоптера, ему, наверное, нужен левел, чтобы как можно быстрее 20 апнуть. Чтобы был левел, нужен медас, правильно? Так, вот ставим вардишон, и всё, и поехали. И побежали. И что? Ну я уже всё, не хочу играть, я обиделся. Нихуя себе у них. Дабла. Брат, ты погиб. О, нихуя себе он крипа подбил. Прям, Джакири, молодец. Ну, то есть, вероятно, он не специально это сделал, конечно. Как обычная четвёрка просто дал тычку рандомную, но это неплохо. О, добил. Хорошо, умничка, умничка. Бля, это тот СФ, который без скайлов, и зачем мне стик? Это, вот я научил, бля, человеков играть в доту. Брыгни за меня. Парни, что столько негатива от вас, кошмар. Нихуя себе, блядь. А, у тебя ультимейт. А. Надо было убегать сюда под речку, я что-то ошибся. Так, ладно, я был вынужден замутить всю команду, потому что количество матерных слов в минуту, которые они говорят, оно превышает все лимиты, а я не хочу получить, так сказать, жёлтую монету на ролик, поэтому придётся. Опа. Вкусный, вкусный фраг. Мама, она вообще кончится сегодня? Да, кончится. Ого, ещё фраг. Давайте пообщаемся с командой, вот они сейчас, наверное, успокоились. Или не очень. Ну, ты что, обижбать? Это заберите. Так, ладно, я попытался размутить людей и послушать, что у них там происходит, но нет, это забейте. Он не понимает, что в него летит. Ой, не-не-не, не-не-не, не надо. О, это я поймал, конечно, лишнего. Но мне нравится эта игра, мне нравится, что все просто дерутся, кайфуют. Крипы не бьются, они вообще... Я не знаю, сколько добил крики крипов, но я предполагаю, что крипов 30, наверное. У меня тоже крипстат, скажем так, на любителя. Что он, Spirit 3.0, Торисмана себе купил. Хотя, может, сейчас так и собирается, откуда я знаю. Я не знаю, какой сейчас билд вообще на Шторма. Ну, нули же не меняли, они всё так же ничего не дают Шторм Спириту. И вот тут тупик наступает у Герокоптера магического, потому что, с одной стороны, хочется Актарин. Оно затяжные драки, вот на это всё на кнопочке. С другой стороны, хочется Травела, чтобы постоянно отрушать пачки и фармить ещё больше. С третьей стороны, хочется Этериал. Тоже, опять же, на драку очень сильная шмотка. И вот вопрос. Так, ну в целом, в целом, да. Какой кошмар. Видели? Видели этот дэмэдж? Дэмэдж, это просто ужас. А, не надо. Только не ты. Пока. О, был бы Шард, я бы не убежал. Ладно, единственная проблема магического Герокоптера в том, что на нём так неудобно фармить. Ну, то есть, вроде бараш что-то там вносит, а вроде и не вносит. Так, тут таланты такие. Не очень. Так, там Кая вон появился у мальчика. Не, ну это заслуживает типчика. А, там, братка. Ладно. Маленькая Сися отдала тысячу голды только что Ерику на братруме. Ну ладно, братрум мне не страшно. Хоть ему дайте 10 тысяч голды, он купит всякую херотень полную, так что. Чё хотите, парни? Ой, её не надо. И стану по всем, хорошо. Ложите, 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 ложите. Ааа, как же я долго жив. Блядь, я не знаю, эти игры-то такой кайф вообще. Я бы только здесь бы играл. Просто, просто драка вообще. Без каких-либо, бессмысленно. Просто драка. Вот, это то, что мне нужно было после недельного отдыха. Мидера нету. Какой счёт у ВР-ки? 6-14. Ага. Не, ну ради приличия у мидера действительно мидер правда отсутствует. Почему именно у меня в команде этот чел? За что? Не, ну... Когда ты играешь на ВР-ке 6-14, играешь на столько паршиво, я считаю, что не стоит спрашивать. Почему у тебя в команде этот чел? Это, как говорится, за что у меня такой мидер в команду? Жёстко. У-у-у, у нас талант, всё, 20-го. Ну, на самом деле, мы тут вот эти 5 смертей ненужных могли не умирать вообще. И у нас был бы 20-й уже супердавно. Хорошая последовательность, кстати. Сначала Dual Breath, а потом Ice Pass. Если бы он скрысовал сразу Ice Pass, он бы попал по шторму, и мы бы... Мы и так убили. Ничего страшного. Что? Ой, лютый кайф. Мне кажется, когда вот на тебя выходит такой гирокоптер и даёт все свои вот слоты, все свои шмотки, и ты видишь, как у тебя быстро кончается хп, это просто паника случается. Потому что я не знаю, а что можно сделать, когда вот это происходит? У тебя просто вот это чудовище выскакивает, которое тебе за каждую кнопку по 800 хп отрывает, а то и больше. Смотрите, смерть. Как же они исчезают? Просто исчезают. Придется флаг, и она качает к 100. Он просто ничего не понял. Он просто испарился, исчез. Ой, какой кайф. Не, магический гирокоптер всем рекомендую. Как минимум попробовать. Как минимум с друзьями покайфовать. Просто с нормальным саппортом ты ещё линию не можешь проиграть, потому что он линию хорошо стоит на гирокоптере. Если ты там постоянно ресурсы себе доносишь после разменов, потому что ты постоянно размениваешься. All-time. Ты бежишь, размениваешься. Ты бежишь, размениваешься. Здравствуйте, бежишь, размениваешься. Здравствуйте, блядь. Здравствуйте, блядь. Так, подвытье. Чуть-чуть. Вот этого ещё. Мне не надо, не надо. Я знаю, ты бежишь за мной. Ну ладно. Хотя бы ультрукил. Ха-ха, есть, хорошо. Хорошо. Это отлично. Магический гирокоптер сделал буйство. Хорошо, я доволен. Мидер 5-17. Так, 8-18 ты норм... Не, ну это... Если ты смотришь это на Windranger, ну правда. То есть, я бы ничего не сказал, если бы ты хотя бы, там, не знаю, как-то вардил гениально, там, в смоках куда-то бежал, кого-то цеплял. Но ты же просто бегаешь и фидиш в фулл игру. Ты там один раз вот здесь, по-моему, меня связал как-то хорошо. А в остальном ты просто фидиш. Господи, Сайгон начался. А что это? Что происходит? Что происходит? Что я нажал? Что это было? Я просто впервые наживаю кулдаун с этим талантом еще и через рефрешер. Не, кайф. Лютый кайф. Всем рекомендую. Сирок, удали варды с лайна ПЖ. Он меня узнал. Узнал. Я тут, кстати, обратил внимание на шмутки пацанов на лоу-рейтинге и хочу сказать, что они обладают неплохим таким стилем. Посмотрите, какой модный Рикимару. Но если вы хотите обозвестись шмотками для своей сигнатурки, у меня для вас есть небольшой подгончик. По ссылке в закрепленном комментарии вы можете зарегаться на Дота Лут и получить свой бесплатный предмет в инвентарь. Да, просто так, получить. И говоря по секрету, я этим воспользовался с нескольких своих аккаунтов. Помимо этого, вы можете заюзать мой промокод Серега и получить 20% к волнению баланса, чтобы залутать себе шмотку на конкретного любимого персонажа, ну или новенького курьера себе заиметь. В общем, пользуйтесь. Ну, а мы поехали играть дальше. Насколько я понял, порезали тамбу, но зато сделали более сильный дикей. Потому что ты теперь не теряешь хитпоинты, когда с тебя баф спадает. На Лоу ММР фейрик вообще эмба лютая. На этих ваших стражах всегда покупайте фейрики. И вот у меня сборки нет никакой. Давайте вот какую-нибудь. Грейсшарка давайте выберем. Во. Сборка Грейсшарка. Ему что-то порезали по-моему армор. Дали теперь, хотя бы у него всего 6 армора. Сколько у него было армора? 9? Короче, у него сейчас 70 атаки с руки, но при этом у него нет этого хапоригена бешеного. Типа 8. И сколько там он был на первом левеле. Только единственная проблема, что теперь дикей на первом левеле не наносит демэдж. Базово. А это значит, что добить очень тяжело будет какого-нибудь ранжевика. Просто раньше у тебя был дикей, и ты мог гарантированно там добрать ранжевика, нажать этот дикей. Так, нормально, зря грели. Вот, да, видите? Ноль демэджа. Что постоянно с пачкой крипов? Почему вот так вот происходит? Да он прям так очень быстренько дает этот дикей. Мне так нравится, слушайте. По крайней мере, анимация намного приятнее стала. Может, его теперь и в четверку чаще можно будет брать в какую-нибудь неприятную. Ну, типа, в пятерку он всегда был норм, он дайинг такой, знаете, просто бейбиситтер такой сидит у тебя за спиной. Или впереди, наоборот. по-разному. Ты можешь либо солри постоянно давать, можешь еще что-нибудь давать. Вот, кстати, не смерть ли? Нет. Солрип в единичку. Так, что-то у нас там как-то герои умирают. Случается, бывает. Ну, это ультимейт на анденге, что я могу поделать? Просто сильная кнопка, просто. Пошел, нажал, и все, и ничего не поделать. Нет, к сожалению. Ничего себе. Так, ну что, у нас летит сабелька нам, правильно? Там в миду говорит, ничего себе, имбиря 10 левел, как он линию поставил, хорошо. Маленький юный задрот, получается. А что это, парни? Так, урона дипки. Что ты хочешь от меня? Как-то он какой-то быстрый на шейкере, мне кажется. Вот, это да. Это было неплохо. Нам бы здесь подраться? Я просто не хочу один. Если даззл меня что-нибудь пока стоит. Так, а ты же без эхо слэма. Ага. Нормально, все. Успел нажать. Так, ну вообще, по-хорошему нужно вообще купить БКБ сейчас. БКБ, а потом агоним. Господи, покупать я БКБ, я что, потеть сюда пришел? Я пришел получить удовольствие. Я в доту не играл 10 тысяч лет. Так. Ну, давайте, парни, давайте. Жесткая драка, давайте, давайте, жесткая драка. Да! Почему? Почему я один? Если мне пак, я бы всех победил. Этот пак нечестно. А вообще, я с вещью БКБ купил. Да не, не, на какой БКБ вы еще? Единственное, что, опять же, вот это, у флейнеры без медасов не котирую на лоум ММР. Почти всегда можно медасы собрать первый шмот. Просто, чтобы левел был, потому что, ну, типа, условный ондайн и гирокоптер магический, это не те чары, которые прям стоят и фармят долго. Они хотят идти траться. Иногда, когда у тебя драки, вот ты героя разменял, да, но экспу не получил. И это грустно. Хотелось бы экспу получать. Это вообще какой-то. Ты что, хочешь подраться со мной? Давай. Не, 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 парни. Да дайте нажать. Спасибо. Ты лучший. Ты лучший. Да, да, зле. Сколько я деможит там получил? А, это тысяча с руки. А, ну я в итоге догрыз вообще всех. Там бой своей. Ну, это хорошо. Это хорошо то, что мы так разменялись. Невыгодно. Потому что, значит, игра будет дольше длиться. Правильно? Следовательно, я полноценно, так сказать, героя раскрою. Так, вот этого можно. Что ты там делаешь? На шарике, на своем поганом. У него есть топор? А, у него. Релокейт. Вау. Ну, я тебя подожду, брат. Мне вообще не взападло. Он принял смерть. Я в ВК сейчас встан. Так ты встал уже, брат. Ты чего? О, какой у него счет? 2-7-4. Не, причем, ну, он на паке... Ну, на паке, вернее, на виспе, он очень слабый. Ну, то есть, он даже не понимает, как базовый герой у него работает. Не смотрел, что он там собирал. Локет у него или Мека. Ну, Мека, по-моему, у него. Вот он пишет, смотрите. Не могут Вижен со мной поставить. Ну, раз с тобой не идут снимать Вижен, ну, не иди ты вот так вот, через всю мапу, вот сюда вот снимать этот вард. Ну, зачем тебе вообще вард вот здесь снимать? За варди тройку, пусть я тройку фармят коры. Ну, то есть, бессмысленно сейчас идти вот сюда, когда вся вражеская команда вот здесь вот играет. То есть, это же тупость. Играет ситуация. Я понимаю, что он правильно, ну, то есть, он хочет, типа, снять Вижен. Это он молодец. То есть, это вообще похвально. Но просто, зачем бежать через всю мапу и снимать вот здесь вот Вижен и ставить свой, который, ну, ты все равно не будешь вокруг него играть. Это бесполезный вард. Пойдемте, парни, пойдемте. Хочу Рошана убить. Мне часто говорят, слушай, постоянно. Я как в катку не зайду, мне все говорят, на Серегу похож. Да не, брат. Это если бы я был Серегой, я бы сразу у вас психологические портреты спрашивал. Вот это бы все, понимаешь, да? Бам. Бам. Ничего себе, вот это эхо с лама-джама. Ой-ой-ой, как же вы встали. Парни, до конца, до конца. Понял, не до конца. Все, парни, давайте. Пока. А, не надо. Блядь, ошибка. А, это нормальный рейндж, то, что я? Это, по-моему, не нормальный рейндж, то, что я настолько пролетел. Ну, я думаю, в этой игре рейндж мне не дадут. Соло меймбер, если что. Ноль ошибок. Надо подвоить, что-то мана ноль. Какая активка, пиздец, что-то вы видели вообще это? Он просто несет, она еще и станет или нет? У нас сейчас 150 рона и на 100% замедляет. А, она замедляет, а не станет. Ну, неважно, это все равно. Типа, это просто двойной форстав. Бав раз в 40 секунд. Еще и 12 к силе, это прям очень какая-то сильная штука. Я буду нерфить по-любому, это ненормальная хуйня. Даже с кулдауном в 40 секунд. Серега говорит, давай закончим. Э, парни. Да не. Парни, вы... Это не на того нападаете, к сожалению. Не, вот это вот так вот в билд победителя выглядит абсолютно. Где ты тут? Сынок, блядь. Блин, кау, пожалуй. Смотрите на эту пачку. Это просто тысячи голодей бежит. Нет. Ха-ха, мое. Мое лох. Ха-ха. Я не знаю, сколько я там крипов взорвал, но точно всех этих самых ренджей я забрал. Давай-давай-давай-давай-давай. Не-не-не, парни, все-все-все, я понял. Ха-ха, я через препятствия еще и прыгаю этой штукой, вау. Круто. Так, что, рефрешер мне нужен теперь? Все, добро. Все, добро. Все, добро. Так, воскрешение. Ну ладно. Не, исчезают враги, если подставляются за секунду просто. Ну, кайф, кайф. Ондайнга тоже, опять же, на лоум ммр. В третью позицию точно рекомендую, потому что дикей, анимация прям супер кайфовая. Пробить героя тяжело. Вообще кайф, кайф, кайф. Главное в шмотках не нашибаться и прям герой имба, прям секс. Ну что, самая сильная сигнатурка в действии. Что там, из контрпиков только бабка? Бабка мы не... 8800 матчей. Вот это я понимаю, человек доту прошел. Просто 13-3 доля побед за ОД. 13-2. Это интересный молодой человек попался. Ну, это должно было произойти. Нас должно было закинуть уже не просто в смурф пул, а просто в самый котлован, потому что мало того, что 4000 порядочности, так еще на аккаунте калибровка. И последние 5 игр это победы с двумя зелеными стрелочками вверх. То есть тут изначально вроде как до калибровки было типа 500 АМР, сейчас у нас закидывает уже типа на 900 или что-то такое. Но за 15 игр 13 побед на ОД, и вообще за последние 15 игр 13 побед, это нормально, кстати. Если играть в соло, я вам так скажу, не каждый бустер сейчас в соло делает такие стрики, потому что даже там на 600 АМР, потому что тут особенно низкой порядочности еще не такая шизофрения может начаться. Тебе таких может людей закинуть на 4000 порядочности? Ну, просто у тебя вот 2 человека из 5 стоит АФК всю игру. Вот. При этом один из них может быть кором, или оба из них могут быть корами, поэтому всякое может быть. Че, мы за дайр чуть подстопим крипов, я не знаю, там будут стопить или нет, но я привык, что тут люди уже тоже не стопят крипов, поэтому я просто стоплю по максимуму, вывожу там условного ранжевика, чтобы его быстро убили. Можно ближе к себе. Да, спектра не стопят, поэтому особого смысла не стопить тоже нет. А можно что-то с ней сделать? Ты можешь что-то с ней сделать? Почему меня убивают вражеский саппорт? А моему саппорту абсолютно насрать. Он еще и не заводит под... Не, это уже... Это уже не 900 ММР. Это уже не 900 ММР. В самом деле, я сейчас получаю третий. Сейчас знаменосца главное убить. Какая-то действительно она сейчас связала. На белке. Мы бы героя убили. Что это за? Ладно. Он просто перепутал с пылой. Но зато он, кстати, за 100 окку отвел, если что. У меня проказ был очень сильный. Так, ладно. Они все промахиваются способностями. Нет. Это какой-то прикол, блядь. Я не знаю. Ну, как же это так? Как можно не попадать такими с пылами? То есть, ты прям с пыл до дурачков. Я умер, да? Это самая вялая линия вообще. У меня на восьмом минуте 20 крипа. В линии, которая... То есть, ну, линия против спектра. Это самая фришная линия в доте. Мы ее должны были выигрывать. Но я не знаю. То есть, у меня... Гудвинг стоит подо мной. Стоит на ресурсах all time. Ну, у тебя же есть два спела. Ну, боже, почему? Куда он бежит? Ладно, нет. Чел на белке прям стопроцентный страж. То есть, даже рекрут, я бы сказал. То есть, то, как он играет, это... Может, он первый раз на героя играет. Кто его знает? Кто его знает? Какой там левел аккаунт? А, 2015. Аааа! Первый... Сделайте меня это развидеть, пожалуйста. Сделайте так, чтобы я... Двадцать тысяч на запястье, блядь. Двадцать тысяч. Я-то думал, он сейчас откроет, там, 800 игр, какой-нибудь аккаунт. Чел только откалибровал, в доту учится играть. Двадцать тысяч. Нет, вы понимаете, у человека двадцать тысяч игр, он стоит за спиной, у него фулл мана, он кнопки не нажимает. Это же... Ладно, это прик... Во, у меня вот на двадцатой минуте второе полезное действие. Он мне тангус запулил. Он не попал, да? Хорошо. Нет, это просто какая-то феноменальная игра. За меня, чел, двадцать тысяч игр. Против меня, чел, у которого, там, миллион побед подряд. Что это вообще такое? За меня еще фурион какой-то с двумя фейриками, какой-то просто тоже задрот. Ладно, мой крипсат оставляет желать лучшего, конечно. Ну, что поделать, с другой стороны. Такая жизнь. Не надо у меня кидать свои штучки. Вообще, че, можно, на самом деле, просто купить себе... Вейл просто, чтобы он был. Правильно? И потом купить себе шард. Раз уж у нас такие омерзительные тайминги, мы не можем позволить себе радианс. Как настоящие богачи. Девушка, сколько пачек крипов я вот здесь убью, пока сюда кто-нибудь придет, вообще? То есть это, это четвертая пачка, которую я убиваю, чтобы вы понимали. Четвертая пачка. Так, четыре пачки я убил. Ну, сейчас вот, когда уже крипы под таймером, сейчас же кто-то должен прилететь сюда? Так, это пятая пачка, ГС, пятая. Достанем вардишон. Опа, здрасте. Ну вот, свектра пришла, только она пришла вот здесь фармить, а не линию. Так что, не знаю, считается это или нет. О, белка двадцать тысяч игр подошла, отпила меня. Не, ну этот пацан хотя бы разобрал аркан и купил себе рензу, это радует. За двадцать тысяч матчей он этому научился. Запомните его имя, это Голден, Голден Фредди, Голден Фредди. На одном уровне с Колой, Андрюхой и Мершиной. Ну, ему, конечно, далековато еще, до этих мастодонтов доты. Да, я заберу чего, парни. У Андрюхи там сколько, почти тридцать тысяч, у Колы, у Колы уже тридцать тысяч, так что. Но двадцать тысяч игр, это похвально. И Страж пять, это похвально. Нормально. Ой-ой-ой-ой. Бля, я не успел нажать ультимейт. Обидно. Ну там на самом деле, наверное, бабка бы подошла. А, у нее маны найдет шедер. Хотя, сколько там, девяносто пять. Ну да, я не хватаю. Хотя у нее, наверное, в единицу вкачан. Там должно было хватить, у нее было пятьдесят маны. Ладно, в любом случае, я сделал хуйню в очередной раз. У Голден Фредди, а что я пищу, у Голден Фредди 3.08. И то, что он там стоял на линии, вообще ничего не делал. Какая разница? Человек с идеальной статистикой играет дотом. Блин, так... Я знал, я знал, что он сейчас будет прыгать. Я знал, что будет этот Сэнд Кинг. Ну, почему я не могу нажать ультимейт ни разу за игру? Почему? Я просто не нажимаю за кнопки. Ладно, возможно, просто три игры сыграть после того, как ты неделю валялся овощем. Наверное, это слишком много для меня. Ну, хватит. Ладно. Спектра еще и выжила, ко всему прочему. О, да еще закрыл не меня Сэнд Кинга. Хорошо, давайте так. Давайте завардим тройку. В тройке нам будет удобнее драться, чем где бы то ни было. Так, этого мы убили. Где еще enemies? О, здравствуйте. Ну, давай так. Ура! Мы с Nature's Фурипсом наконец-то пришли в драку. Не, ну, с Фурионом, у которого такие слоты, проебать невозможно. Нихуя они там выдумали. Ура, наконец-то мне хватило, чтобы я не умер. Все, у меня Крепы, победа. Ура! Ура! Я успел, парня. Ой, ну ладно. Это была смешная игра. С этим Фредди, блядь, 20 тысяч матчей. Маленькая сися лучший. Маленькая сися лучший, парня. 3.300 у меня было на 10. 3.300. На восьмой минуте у меня было 2.800. В самой фришной игре вообще в истории Доты. Ну, что я вам могу сказать, дорогие мои? Вот такой замечательный ролик получился. Я получил очень большое удовольствие, поиграв в Доту. На самом деле, делая такие большие перерывы, ты действительно начинаешь получать удовольствие от Доты. Я вот реально давно не играл, так сказать, в кайф. А тут я неделю не играл, зашел и получил реально кайф, просто побегав, понажимав кнопки, чего я, собственно, вам желаю. Надеюсь, вы получаете удовольствие от игры. Пишите в комментариях, каких героев мне еще попробовать в этом патче, потому что я даже не до конца его прочитал. Во-вторых, любите маму. В-третьих, уважайте папу. И главное, что не сидите долго перед экраном и берегите свое здоровье. Ну а с вами был Серега, всем удачи, всем пока.